Я рос в семье, где Бога чтили и закону Божьему учили. Закон был во главе угла, и мирно жизнь моя текла. Читал я Тору Моисея, но познания много не имея, я верил, что придет Мессия, служить он будет в Божьей силе. Однажды встретил друга на дороге, разговаривали с ним о Боге, он говорит, пришел пророк из Назарета, все богославили за это. Ты какой пророк, ну ты говоришь о ком? А в горле помня стоял ком, все ищете вопросов без ответа, ага, что доброго придет из Назарета? Да ты послушай, что я говорю, потом проверишь версию мою, ты знаешь, какие дела он творил? А сколько людей он там исцелил? Я с ним знаком и брата познакомил, он мне про Симона напомнил, два брата, Симон и Андрей. А Симе был еще Матфей. Андрей, ты был хорошим рыбаком, сейчас ты говоришь о чем? Был бизнес, рыбу продавали, что слышу я, вы сети побросали? Но он убедил меня встретиться с Иисусом, я не хотел перед ним казаться трусом. Одно смущало. Нет души ответа, ну почему пророк из Назарета? Мессию ждем из Вифлеема, он с Назарета, вот дилемма. Не скрою, было интересно Иисуса слушать, если честно. Учил не так, как учат в синагоге, такое чувство знал он все о Боге. Двенадцать человек Иисуса окружали, ходили с ним и тоже исцеляли. Поверили Иисусу простые рыбаки, а назывались просто Христа ученики. Хотел я стать учеником, об этом разговаривал с Петром, но он не дал мне ясного ответа, сказал, ну что брат, молись за это. А вот однажды сам Иисус нам предложил, чтобы я пошел и людям послужил. Он семьдесят учеников еще избрал и нас по двое в города послал. Он сказал, с собой ничего не брать, должны вас в городах встречать, а кто они примет? Брак, стрешните с ног, судья для них, Всевышний Бог. И мы пошли, наказы исполняя, слепых, хромых, увечных, исцеляя. И бесы порою людей оставляли. Мы как младенцы тогда ликовали. Вернулись, помним мы назад, по-своему был каждый рад. О радости своей Иисусу рассказали, ну похвалил, конечно, ждали. А Он сказал, не радуйтесь Ему. Ну почему Иисус? Потом вам разнесю. Он говорил нам о спасении, о книге жизни, о прощении. Сказал, что кровь должны его мы пить, а кто не будет, тот не будет жить. И телом мы должны его все есть. Ну как принять такую весть? Ударом это было для меня. Ну как понять, Иисус, тебя? Я говорил Андрею же про это, что доброго придет из Назарета. Выходит, я тогда был прав. А и тут сыграл мой гордый нрав. Решил я ученичество оставить, мне больше нечего добавить. С Иисусом больше не встречался. Своей жизнью наслаждался. И так протекали день за днем. А однажды встретился с Петром. Спросил, ну что, к рыбалке не вернулся? А он мне просто улыбнулся. Эй, послушай, Симон, ты рыбак. Ну ты что-то делаешь не так. Семью оставил, тещу тоже. Ну это на предательство похоже. Ты Симон имя поменял. А что, Петром ты лучше стал? А он ответил. Да вопрос не в том. Мне просто лучше со Христом. Ты прав. Нас имя не меняет. Оно нас по-другому заставляет жить по-другому. Думать, поступать. Вот что хотел тебе сказать. Вот вас было 70, вы все ушли. Ответы на вопрос нашли? Ну что сказать ему на это? Вопрос остался без ответа. Оставил все в Иерусалиме и свою жизнь продолжил в Риме. Хотел забыть я разговор с Петром и свою встречу со Христом. Но подарок жизнь такой мне не давала. А встреча со Христом мне все напоминала. И грешный Рим мне в этом не помог. Причиной был все Вышний Бог. Встречались на пути евреи. Да, приезжали иудеи. И как один все говорят, что Иисус действительно был свят. А Лазарь услышал я рассказ. О том, как Иисус сестру их спас. Про прокаженных, в Артемея, как с дерева снимал Закхея. Как Иисус очистил храм и прокупальню с Илаам. Как сотника слугу Он исцелил. Об этом каждый говорил. Однажды в Риме встретил знакомого. Заметил. Да, Он знал меня. Мы знакомы были с тех пор, как со Христом ходили. Ну, как дела ко мне Он обратился. Хочу спросить, а как в Риме очутился? Я помню, ты ходил с Иисусом. А тебя считают люди и трусов. Ты знаешь, что Христа арестовали и ни за что при всех распяли. А я спросил, а что с Ним стало? Так Его смерть не удержала. На третий день Иисус воскрес. Ты что, не слышал эту весть? Да сам Петр от Христа отрекся, но не предал Его, не спекся. Он горько плакал, как Христу вернулся. А ты так подло отвернулся. Он столько милости явил, а ты Ему чем отплатил? Он говорил про свою кровь, а ты предал Его любовь. От Его слов я встрепенулся и со слезами отвернулся. Не стал Ему я отвечать. Хотелось громко закричать. Мы распрощались, я ушел. Мира в сердце не нашел. Склонил конь лени. Сердце тоже, быть может, мне поможет. Прости Иисус, что я предатель. А ты? А ты, Господь, миров создатель. Оставить надо грешный Рим. Вернуться мне в Иерусалим. Вернуться надо на дорогу, где обещал служить я Богу. И я вернулся. По Израилю ходил, а ответа все не находил. Был на Голгофе, у Криста, в могиле был, она пуста. Ну как же так, Иисус? Ну как можно? Ты что, живой? Ну как возможно? Бежал, я помню, спотыкался. И в час девятый возле храма оказался. У красных дверей остановился. Ну и поправить обувь, наклонился. И слышу я знакомый голос. Ну непроизвольно шевелился волос. Петра увидел. Это не обман. Стоит с ним рядом Иоанн. Денег и золота нет у меня во имя Иисуса. Исцеляю тебя. Там был хромой. Он сразу стал ходить. А кто мог такое с коллегой сотворить? Да что удивляетесь, Петр спросил. Иисус Христос его исцелил. Его вы распяли, к древу прибили, руками своими Иисуса убили. Но Бог воскресил Христа Иисуса. Вот этому Богу сегодня молюсь я. Покайтесь, друзья, примите Христа. И славой наполнятся ваши уста. Мне стыдно было с ним встречаться. Решил в толпе затеряться. Но Петр был хорошим рыбаком. Я говорил уже о том. Поймал в толпе, менял взглядом. И быстро оказался рядом. В глазах увидел перемены. Не стал напоминать мне про измены. Одно сказал, что очень рад. И я его навеки брат. С тех пор прошло 20 лет. Я обновил с Христом завет. По местной церкви иногда служу. И очень этим дорожу. И кровь Иисуса принимаю. А грешный Рим не вспоминаю. Что мы услышим? Продолжение следует...